Друзья, всем привет! Вы на канале AmazingFoodFrestyle. И в сегодняшней выпуске для данного просмотра записей в YouTube мы проговорим про третьей части главы основной теории футбольного фристайла. Это дисциплина элемента как аперы. Но и также не забудьте посмотреть все предыдущие выпуски на YouTube канале второй части главы теории футбольного фристайла. Это дисциплины ситтинги, трюк, который выполняется при помощи жонглирного мяча сидя. Ну или какие-то различные свойства, навыки, в которых вы себе подбираете несколько этапов упражнений, для кого вам больше всего подходит. Так что не забудьте перейти по ссылкам в описании. И также не забудьте подписаться на канал, поставить огромнейшие лайки, поделиться видео с друзьями. И не забудьте нажать себе на колокольчик, чтобы вы смогли вступить в группу, принять заявки и сумели зарекомендовать. Все очень просто. Ну что скажу, ребята, по понятию дисциплины аперы. Что она вообще представляет, в чем она характерен и что развито. Это основной показатель жонглирного мяча при футбольном фристайлах, который выполняется трюк с положениями головой, плечами и точно так же грудью. Скажу, что аперы это настолько сложные, длительные и энергозатратные действия. Все, что вы пользуетесь при управлении мяча головой, вокруг лица, вокруг часовой стрелки. Все, что вращается головой, там, Апролы или Апролы. И точно так же Аперс 360. И надо все запоминать в голове, чтобы мысленно соображать. То есть, какую вы из нее фишку подбираете для простой и сложной комбинации при аперских трюках. И все нужно приспосабливаться четко и все бережно запоминать. Ну и так же я еще заглядывал в видео по ВК и в Ютубе канале из футбольных фристайлов. Основатель мастеров Аперсчиков это Глеб Карпов. Который умеет красиво, ярко использовать любые упражнения. Ну, те же связки трюков, которые он умеет удерживать на глазах, на носу, на подбородке или на губах. И у него вообще просто здорово и шикарно умеет владеть комбинациями. И, естественно, я чаще заглядывала, лайков поставила. Ну, потому что он настолько-то хорош. Поэтому не забудьте с нее подписаться. Ну, или использовать аккаунтов, поставить лайки, написать в комментариях или знакомыми друзьями поделиться. И давайте подведем к первому подготовке этапа для базовой задачи дисциплины Аперов. Это легкое упражнение, как Некстол или удержание мяча на шее. Значит, как нужно правильно научиться удерживать мяч на шее. То есть, для нулевой задачи вам нужно взять мяч в руку и аккуратно поднести, где должно оказаться не к уровню затылку, а где, соответственно, на шее. И старайтесь, чтобы вы как следует крепко подхватывали, балансировали, за сколько вы должны минут продержать на один или меньше минуту, где-то на секунду 30 или 50. И вы научились рассчитывать себя мысленно, как если у вас мяч равномерно держится при балансах. И дальше вы попробуйте воспользоваться с удержанием на ногах при трюке футстола и как следует слабо подбрасывайте мяч в воздухе и опускайте голову, чтобы вы смогли поймать, и вы здорово справились с легкой задачей. И вы сконцентрировались, сумели поймать крепко, и у вас ровно мяч держится где-то ближе к затылками. Но есть еще такой трюк, как нейпстола, удержание мяча на затылке. То есть ваша голова, где мяч оказывается не к шее, а чуть, соответственно, вы направляете вперед. Но это на самом деле сложно делать, такой же базовой комбинацией. Но те футболисты, они до сих пор будут часто ошибаться, постоянно мазать и будут в разные стороны улетать. И вы до сих пор упадете, и мяч будет касаться до земли или, соответственно, к полу. Ну, я обычно профессиональный фристайлер, умею больше подряд делать Nextall на количество, то есть Nextall NP, который делается без промежутки паузов, то есть и от 10, и от 15 раз. Но те профессиональные фристайлы, они до сих пор могут прокачать, то есть до 30 раза могут подтянуть или где-то, соответственно, до 35 разов. Но Nextall, по крайней мере, если выполнять на количество, это достаточно серьезно. Но лучше, если не получается у вас на количество делать, то делайте, пожалуйста, с паузами, потом в исходной позиции вернете на чеканку мяча. Следующий этап для главной задачи дисциплины аперов – это Headstall. Или, как на русском языке, по-другому означает удержание мяча на голове. Как я обращала внимание по клипами шортса или большой записи в виде на ютубе, которая делала классный трюк одной из величайших и самых легендарных бразильских футболистов, как и те многие футболисты помнят, это Рональдинио. И он для тренировочных процессов перед подготовкой матча хотел выложить видео и попробовать с нее воспользоваться скилловой качеством или какие-то любые стандартные связки трюков, которые он демонстрировал. И также он после чеканки мяча удерживал на ногах и подносил при воздухе и удерживал на голове. Ну или во время чеканки мяча в голове, если можно попробовать с нее воспринять и попробовать крепко удерживать на голове. Но это, скажу, Headstall – это не самое сложное, но я уже постоянно занимался и учился технику отрабатывать. Но для того, чтобы для детей, как вы вообще учитесь первый раз отрабатывать трюк Headstop, попробуйте с нее взять мяч в руку, приложите на середине лба, и вы за каждую минуту сможете быстро потратить, насколько вы можете максимум рассчитывать, до одной или до две минуты. И вы сумели здорово отработать эту технику. Но это все просто. И дальше при упражнениях вам нужно попробовать с чеканки мяча слабо подбросить мяч, где должно к расстоянию оказаться, до макушки или где-то до середины лба. Вы старайтесь подстраиваться, крепко подхватить, и вы уже здорово сумели сосредоточить и сбалансировать. Вот, пожалуйста, ваша техника Headstall. Есть еще при Headstall, которые вы удерживаете, соответственно, на макушке волос, это Top Headstall. То есть вы, когда удерживаете на середине лба, вы должны направиться чуть-чуть вперед, то есть выше вы мяч заходите при той же пространстве, где на волосах все, что вы доходите, и мысленно контролируете, рассчитываете, чтобы вы управляли. Но Top Headstall это еще затрудненный и настолько сложно контролировать при свойственном навыке футбольных фристайлах. Но Top Headstall это мастеры, которые умеют превыше всего рассчитывать эти фристайлеры. Следующий этап для базовой задачи при подготовке дисциплины аперов это Sidestall или удержание мяча на виске, где должно оказаться рядом на ушах. То есть вы обычно берете мяч в руку, подкладываете к височками и учитесь балансировать, за сколько вы сможете продержаться на несколько минут или за секунду, и вы здорово справились. Потом попробуйте удерживать мяч на ногах и четко подбрасывайте при слабом полете, чтобы вы сумели словить, подстроиться внимательнее и поймать на височке. И сложно ничего нет, но вы гораздо элементарно справитесь. И также есть более затрудненный, это SideNP. То есть SideStall выполняется без промежутки пазов. Вы когда делаете на рабочей височке, с нее потом дальше подкатываете мяч на хедстол, то есть вы аккуратно прокатываете в середине лба и нужно воспользоваться на слабой височке. Если слабой височке не получается, то попробуйте подловить аккуратно мяч с рук, опустить ее и удержать. Если вы привыкнули к слабой височке тренировать, то сделайте непосредственно постепенно. То есть вы аккуратно прокатываете с головы и возвращаете, чтобы вы сумели за секунд удержать на слабой височке. И в обратное положение вы также возвращаете, где должно сильной височке оказаться. Но это, естественно, сложно делать, но знайте, на будущее у вас все в жизни будет складываться, если вы умеете профессионально демонстрировать. Следующий этап упражнения для простейших задач дисциплины аперов это Честол. Или еще на русском языке по-другому означает удержание мяча на груди. То есть вы когда берете при удержании мяча на ногах в футстолах, вы слабо его подбрасываете, подхватываете касание груди и вы резко наклоняете и сгибаете спину. Если у вас не получается, то попробуйте начать с нуля и научиться несколько раз выполнить наклоны. То есть делайте вперед, соответственно назад, и у вас гибкость будет хорошенько растягиваться. Если у вас трюка здорово привыкнули, то делайте с каждой попытки, и у вас будет все эффективно срабатывать, и у вас все будет здорово получаться. Ну и также в качестве можно потренировать щеканки мяча. Слабо вы его подбрасываете и крепко ловите мяч на груди. И можно с нее на рабочей грудь подменять на слабое положение, где в другую сторону вы его подкатываете и возвращаете в исходную позицию, где на нерабочей грудь. Это элементы, как еще я смотрел видео, чест ролла, но в базовых элементах футбольных фристайлов почему-то не выкладывали видео и не смотрели. Но это тоже считается при главной задаче дисциплины апперов. Это все на нем рассчитывается. Поэтому обязательно для тех новичков и профессиональных фристайлов должны на будущее знать, как нужно хорошенько балансировать на груди, как вы должны любые позиции, на каком положении вы пользуетесь, на нерабочей или рабочей грудь. И у вас все в жизни, вы начнете улучшать этот контроль техники, и вы привыкнете здорово. И у нас другой этап упражнений для базовой задачи дисциплины апперов – это шолдер-стол или удержание мяча на плечах. То есть вы, когда берете мяч на некстоле, вы аккуратно подкатываете и удерживаете на плечах. То есть можно в качестве воспользоваться при поднятии рук, если у вас не получается с опущенной рукой сделать. То есть попробуйте с нее подкатить и внимательными глазами следите, чтобы у вас мяч минимум не уходило не через руку, или не через приземление с касания до земли или к полу, а именно должно, чтобы вы крепко сконцентрировали и сбалансировали, чтобы вы до сих пор устояли. Но шолдер-стол, скажу, это достаточно энергозатратно и более сложное, но важно запомнить при нулевой процессе. Вы берете обычно в руку и подкладываете на плечо, чтобы вы подняли высоко руку и сумели контролировать. Если у вас все, что получилось, то попробуйте с удержанием мяча на ногах поднести и подловить мяч на шее, чтобы вы аккуратно и плавно, при медленном движении, чтобы вы сумели принять в той же позиции, чтобы у вас мяч держалась крепко на плечах. Так что будьте внимательнее и относитесь качественно, чтобы вы всему привыкнули. Дальше у нас идет к этапному упражнению для базы задач дисциплины аперов. Это нэк-роллы или, как еще по-другому означает, прокаты мяча на шее. Вы, когда удерживаете, соответственно, мяч на плечо, вы его плавно при слабом движении проносите, то есть по апплитуду должно где-то следить, где вы должны зафиксировать на рабочей часть плеча и изменить где на другое положение, на нерабочее плечо. Вы его наклоняете, прокатываете по направлению к шеями и в исходной позиции вы должны на слабой части плеча. Если слабое плечо не получаете, то попробуйте с рук подложить и учиться равновесию удерживать. И то вы как раз сами себе почувствуете. И у нас следующий этап упражнений для базы задач дисциплины аперов это «Eran the Moon» или на русском языке означает, как те некоторые футболисты помнят, «вокруг луны» от «Эмэ». Когда вы мяч удерживаете на шее, вы должны резко подсечь и должно передом прокатиться до плеча и вы его вокруг головы вращаете и в исходной позиции вы должны крепко словить мяч на нэкстол. Но, естественно, футболисты и новички фристайл они выполняли с попытками. Есть еще для сложных версий без промежутки паузов это «Eran the Moon» То есть вы когда делаете до стабильности или на количество вы сумеете рассчитывать, насколько вы сможете сделать по 3 или по 5 раза на количество от «Эмэ» и вы сумеете здорово крепко словить на шее. Следующий этап упражнений для базы задач дисциплины аперов это самое яркое и крутое это «Аперс 360» То есть вы когда удерживаете мяч на шее вы используете при плечах то есть вы прокатываете на плечах и вы скатываетесь где-то по направлению груди и из этой груди можно с нее сбросить и оттолкнуть себя и вернуть где у вас должно оказаться в исходном положении на «Экстоле» Следующий этап упражнений для базы задач дисциплины аперов это «Апроулы» или как еще для те простейших комбинаций как «Проул» и «Эрпроул» но «Проул» это когда вы делаете удержание мяча на виске вы с нее прокатываете чуть-чуть вперед где должно на лбу, к затылками и в исходной позиции вы возвращаете где должно к височками оставаться и также если сделать тот же комбинации «Эрпроул» «Риверс Пол Прол» вы его скатываете к затылками и на лбу вы смещаете чтобы следом вас катило по направлению чтобы вы сумели как следует поймать и крепко словить старайтесь, чтобы у вас мимо мяча не укатилось и то вы до сих пор быстро потеряете и вы до сих пор нанесете в себе ошибок следующий этап упражнений для базовых задач дисциплины апперов это «Айстол» давайте возьмем или удержание мяча на глазах когда вы удерживаете мяч на хедстоле если вы с нее медленно подкатываете вы должны зафиксировать и суметь поймать на глазах то есть вы можете при качестве на рабочем положении воспользоваться где должно с правой стороны где-то с левой стороны ну, какую технику у вас эффектно получается то пользуйтесь чтобы у вас где-то оказалось на нем и также вы используете без промежутки паузов то есть «Айстол» вы должны на сильный глаз подменять и точно так же слабый глаз следующий этап упражнений для базовых задач дисциплины апперов это «Нонстол» или удержание мяча на носу вы когда держите мяч на хедстоле вы его аккуратно опускаете вниз и учитесь крепко ловить и должно на середине носа оказаться но если вы дольше подкатываете на макушке носа то у вас получается как при сложных задачах из апперов это «Тру-нос-стол» следующий этап упражнений это «Лип-стол» или удержание мяча на губах то есть вы когда удерживаете мяч непосредственно с головы вы аккуратно вниз прокатываете на носу и вы его следом принимаете и крепко подхватываете губы старайтесь чтобы вы расширили губы и сумели приспособить чтобы вы не потеряли то вы естественно до сих пор нанесете ошибки и то мяч коснется где-то непосредственно к полу или к земле если не получается правильно удерживать мяч на губах то попробуйте с нее воспользоваться мяч руку и приложить аккуратно где на середине но не то что должно прикасаться к носу а нужно чтобы его выпрямить здорово и чтобы четко расширить все ну и последнее давайте возьмем это «Фейс-рол» или прокаты мяча на лице то есть вы когда удержите мяч на голове вы его аккуратно прокатываете и вокруг часовой стрелки вы должны докатить к подбородку и в исходной позиции вы можете суметь как следствие крепко принять мяч на хэдстол но естественно на самом деле это не сложно выполнять вы должны элементарно знать и здорово запомнить так что на будущее вам легче чтобы рассчитывать все это ну на сегодня все друзья больше нет у меня никаких комментарий или что-то дальше будут вопросы задавать спасибо что вы посмотрели ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии и делитесь роликами в соцсетях и не забудьте нажать себе обычно на колокольчик так что всем до скорых друзья будьте здоровы не болейте и всем пока 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 пока